В каких условиях дети получают знания, их поведение, прилежание? Депутаты городского Маслехата вышли в рейд по школам. Проблем выявлено немало. Итоги рейда будут рассмотрены на предстоящей сессии. Область показывает неплохие результаты по качеству знаний, однако состояние школ оставляет желать лучшего. Первое замечание – в школьных дворах не должно быть пустующих мест. Каждый уголок должен быть задействован в развитии детей. 212-я школа гимназии нуждается в капитальном ремонте. Зимой холодно, окна и полы уже давно выработали свой ресурс. Спортзал не соответствует требованиям. В капитальном ремонте не менее нуждается и 222-я школа, где обучаются около 2000 учеников. Беспокоит также регистрация новых преступлений против половой неприкосновенности школьников. За три месяца зафиксирован один случай причинения вреда здоровью средней тяжести. И в прошлом году, и в этом году выявлено по одному факту изнасилования. В этом году выявлено четыре факта вступления в половой контакт с несовершеннолетними, а также за три месяца прошлого года три этого года четыре факта совершения действий сексуального характера. В этом году также зарегистрированы два факта совращения несовершеннолетних. Депутаты обратили внимание еще на ряд важнейших моментов. При передаче детей на патронатное воспитание необходимо брать во внимание не только материальное положение усыновителей, но прежде всего их человеческие качества, отношение к детям, умение находить общий язык. Нужно также усилить контроль над тем, чтобы подростки не гуляли после десяти ночи, а также отслеживать, чтобы съемные квартиры не сдавались подросткам. Часто бывает так, ребенка ловят ночью на улице, а дома у него нет никаких условий, ни одежды, ни питания, ни покоя. Пьющие отцы каждый день пьют шон, не дают покоя детям. Поэтому ребенок убегает на улицу. И только тогда мы начинаем бегать по-хорошему, мы должны все предвидеть, быть на шаг впереди и заранее позаботиться о таких детях. У нас же есть психологи, социальные работники.